Девушки отдыхают И пусть Евгений Петросян и все-все-все К вам не присядут на диван Но все-все-все со всей открытой душой Сейчас для вас покажут шоу Надеюсь на успех большой Дамы и господа, Евгений Петросян! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый, 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 веселый вечер! Счастливому миру ведут все дорожки Живут в этом мире счастливые крошки Там вера с добром поселились навеки Там ветер из смеха, из радости реки Там рыжее солнце играет лучами Там звонкие звезды хохочут ночами И маленьким жителям этой страны Спускают на лучиках добрые сны Там служат волшебники светлому детству Веселые сказки живут по соседству Там даже тоска никогда не тоскует Года бесконечно кукушка кукует Никто не болеет, никто не страдает Но если вдруг горе туда забредает То добрые феи тот час налетят И в шарик воздушный его превратят Прекрасные феи хранят за лесами Огромный хрустальный сундук с чудесами И если кому-то захочется чудо То можно достать это чудо оттуда Там вера с добром поселились навеки Там ветер из смеха, из радости реки В эфире Петросян Шоу АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья С радостью произношу это имя Наш гость Андрей Баринов Добрый вечер Давайте представим такую ситуацию Что мой большой сольный концерт сейчас проходит Мы находимся в Кремле Все билеты распроданы Полный аншлаг Но кое-кто пытается попасть в зрительный зал И первым старается попасть в зрительный зал Очень серьезный артист Мужчина в темных очках Как всегда в своей манере Вы это знаете На пролом Говорю охраннику двери Что меня сам Баринов позвал Что и Левса он стоит не верит И что Левс на сцене он сказал Паспорт показал ему два раза И нэны за квартиру счет В документы не смотрел зараза Заломал мне руку Вот и все Я несчастный как никто Я несчастный лет на сто Я несчастный я не вру Так согнутый мы уйду Я несчастный как никто Я несчастный лет на сто Я несчастный я не вру Так согнутый мы уйду Спасибо Следующий артист даже на Евровидении был два раза А тут вынужден стоять в очереди к кассе Но что-то пошло не так Видимо как на первом его Евровидении встречается Дима Билан Один куплет Ты мне билет И все вместе Держи, держи Пальцом мое держи Часы мои держи Кольцом мое держи Айфон держи Руку мою держи Что хочешь скажи Получишь Держи Спасибо Следующий артист попал в зрительный зал весьма экстравагантным способом Это великий, несравненно неподражаемый Для рэперов поясню Это Филипп Киркоров Все свет на странице синий Я прошу вас Король не может через дверь взял входить Король обязан всех на свете удивить И я решил войти в окно Но бронированное оно Свету предплечье синий Попытки выбить надорвал бикини Под песню сини ини Не удалось красиво в зал войти мне Свету ноги уж сини Мне не разбить окно хоть я и сильный Под песню сини ини Мне удалось красиво в зал войти мне Спасибо Я все сказал Давайте попробуем чуть Свет настроений синий Внутри мартини, а в руках бикини Под песню сини ини Мне удалось красиво в зал войти мне Прекрасно Через центральный вход Старается попасть в зал Пытается пройти Одна очень известная женщина Но как и у любой женщины В сумочке у нее полная Неразбериха Встречайте Добрый вечер Я так скучала Но поаплодируйте еще Вот смотрят на меня Смурной секьюрити А я билет ищу И не могу найти Вот точно помню Где-то в сумке Был мой билет Найти чтоб что-то в ней Мне нужно пару лет Держи помаду, блокнот, очки и фен Четыре кофточки Вот сорок бигуди А вот еще очки Я третий час Из сумки вещи Выгружаю А мне уже пора А то я точно В детский садик опоздаю Собрать галакеном Спасибо Ну вот чувствуете Настоящие академенты Ну потому что Алла Борисовна Навсегда останется В вашем сердце Вот следующего артиста Я давно не пародировал Но он смог попасть Не только в зрительный зал Но даже прокрался ко мне за кулисы И это напоминало Скорее всего Операцию в стиле Американских морских котиков Встречайте Заслуженный артист России Боря Моисеев Тихо возле входа За колонной встал Билетер отвлекся Я и забежал Толпы огибая Пробежал Цель моей все ближе Я кричу Ое Да Тут же огляделся И к стене припал В голове маршруты Четко рассчитал Кувырок Пробежка Прыгнул И упал Вот я за кулисы Наконец попал Где же ты, где, звездочка парина Вот я стою И обнимать я дом Где же ты, где, лучший мой парадист Дай, обниму тебя долго на весь Стоп Эй Балкончик Дай, обниму вас всех Долго на весь Стоп Следующая певица, которую я очень сильно люблю Не смогла приехать на мой сольный концерт У нее была объективная причина Стандартная, ежедневная, московская причина Встречайте аплодисментами Вы знаете, мой любимый певицу, я верю Добрый вечер Спасибо Внаделец Бентли и Террари А в твоем ГАИ Еще дождали Стояли в робку Создавали Оттолкуя А мне на концерт Попасть так хочется Но пробка вряд ли Скоро кончится И в этой пробке В одиночестве Стою я К единственному нежному Стою возле манежная С одеждаю Попрежде бы Что пробку Мы разрулим Но вряд ли все исправится Какий жник в пробке мается Мы в этой пробке Кажется Одночуем Мы в этой пробке Кажется, дочуем Спасибо Следующий артист Тоже должен быть прийти к нам на концерт Но он до сих пор находится дома Я ничего не буду говорить Но скажу, что мы, мужчины, одеваемся гораздо быстрее Женщины Встречайте Я все кручу Рукопилет Нас позвали на концерт Но пока что не иду Ведь супругу я жду Хоть вещам мешком забит У Наташи грустный вид Нам бы в зале уж сидеть Но ей нечего надеть Полчаса до концерта Вот висит Платье от Жан-Поль-Котье Оно так идет тебе Вот еще костюм от Прада На руке Вся твоя шлуни витон И помога будет в том Все красиво, все как надо Ну пойдем Пойдем, Наташа Спасибо Спасибо Все, все уволены Все бездари Все уволены Все, все можете уходить Театр закрыт Все уволены Все Добрый день Здравствуйте Я слышал, что вы всех уволили Я мог вас видеть Это вы играли третьего гриба В пятом составе Да, это я Ага И что вам надо? Я знаю, как усовершенствовать театр Как? Я все знаю Я все написал Все готово Вот Все партитуры Все пьесы Надо Сделать все, как на Бродвее Я в этом уверен Бродвей даже отдыхает Мы получим Оскара Вот на Бродвее есть, например Мюзикл Кошки А мы сделаем Мюзикл Бложки Для лилипутов Вы это серьезно? Серьезно Бродвей дыхает Оскар нам обеспечит Понимаете? Вот, например Что такое Ромео Джилетто Фу Сопли с людьми Любовь Никому не надо А мы Ромео Джилетто Скрещиваем Например Звием Гоголя Представьте Джилетто Две недели Отмечает новогодние праздники У нее потяжелели веки К ней приходит Ромео И она ему Поет Мы с тобой наедине Да при полной И при луне Молодой человек Поднимите Веки мне А? Ромео чертит вокруг себя Как мелом круг Джилетто Бьется лбом Об это И поет Поднимите 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 И от страха Свою челюсть Уроните А? Вот ноты Послушайте Вы дыхните А? Ха! Вы это по трезвости Придумали? Абсолютно Что это такое? Это ноты Поднимите Челюсть Поднимите Что это? Бред какой-то Ну хотите Можно что-нибудь Другой сделать Например Добавить эротики Поставим спектакль К примеру Муха-потаскуха Не надо Ну хорошо Давайте Поставим Василиса Приблудная Не надо Ну по сучьему велению Слушайте Зачем? Стойкий Оловянный Я же просил Без эротики Стойкий Оловянный Солдатик Это Ганс Кристиан Андерсон Понимаете? Не надо Ну не надо Какой вы капризный Ну давайте Поставим классику Преступление Наказание Но по-новому Вот я все написал Представьте Раскольников с топором Заходит к бабке В квартиру И поет арию А-ба-бу-шка Крылышками Бяк-бяк-бяк-бяк Я за ней с топориком Прыг-брыг-брыг-брыг Я ее по темечку Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк Крязь-крязь-крязь-крязь Да и шмяк-шмяк-шмяк-шмяк А тут вступает хор Черных риэлторов Бабушка-бабушка Бабушка-старушка Вот и в центре города Освободилась двушка Вот ноты Послушайте К нам бабушки с детьми приходят Мы же не можем их топориком Что вы вообще? Можем поставить Ты еще одну дочь Ты еще одна дочь Музикл про героиню Что там происходит? Там все просто Женщина рожает и поет Женщина рожает? Женщина рожает На сцене? На сцене И поет Вместе весело рожать По просторам Улавливаете? А мужской подпевает хор Э-э-э, кухня Э-э, кухня А тут женский вступает хор Давай, давай Ехдуся Ехдуся Выжимай Ага А женщина рожает и кричит Чуть помедленнее, кони Чуть помедленнее Вот ноты Где-то здесь у меня валерьянка была Я прямой валерьянка Знаете, есть еще одна неплохая идея Женская драма Федорина горе Федорина горе? Да И что там происходит? А вот послушайте Сбежала от бабы не только посуда Все от нее мужики убежали Никто с Федорой дружить не хочет И не приласкает Какая боль Какая боль Федорина горе Ной-ной Вот ноты По-моему, это слишком неожиданно Ну, неожиданно Хотите другое? Есть На мючкал Ну, почти просто квашено Просто трое просто квасили Слишком банально, извините Банально вам А вот, например, застольное Винни-бух И утренний Винни-опух Таково? Слушайте, нам, конечно, нужна свежая кровь Но не настолько свежая Есть прокровь Муха-вампирюха Боже мой, слушайте Идите, знаете В железнодорожном театре Нужны вот такие артисты, как вы А я там уже был И что? Что? Я им принес свою пьесу Месть кота в сапогах Называется Кот в тапке Что там происходит? Кот ходит в тапке Вы меня просто уже заразили своим креативом Вы знаете что? Я думаю, надо скрестить Два Произведения Отелло И идиота Прекрасная идея А кто будет идиотом? Угадайте Даже немного Отелло я беру на себя Действие такое Отелло Душит идиота Вы душите современное искусство? Да, вы Отситесь, молодой человек Ужак стил Как сделать, чтоб в театр вы пришли Какой нас занеселось антураж Нужны ли вам шуты и крови А может нужен только эпатаж Жульетта выбегает на балкон Но это девятнадцатый этаж Ромео прокричит ей в мегафон Что? Что тоже очень любит эпатаж Мы сказку можем так переписать Что репка к деду прибежит сама От Д'Артаньяна можем так сыграть Что зарыдает памятник тюма На сцену приведем коня в пальто Отелло перекрасим в синий цвет Каренину поставим Как никто Поставить не сумел За двести лям Ах, как мы зрителя любили Как старались удивлять Мы сыграли, нас побили Мы опять идем играть Вы скажите поскорее Что еще вам показать С каждым годом все труднее Во стеатре удержат Мы уже говорили на телевидении Что в этом году Смеха Панораме исполнилось 25 лет Я вам больше скажу Скоро выйдет тысячный выпуск нашей передачи Надо сказать, что наша передача Путешествовала во времени Она заглядывала в прошлое Вспоминала старых мастеров В будущее заглядывала Давая дорогу молодым артистам на телевидении Ну и, конечно, она уделяла внимание Сегодняшнему дню Мы первые на ТВ Начали рассказывать зрителям Об особенностях жанра О его истории Здесь выступили, кроме вашего покорного услуги Более тысячи артистов за эти годы Но не только эстрады Но и театра Цирка Писатели и композиторы Различные театры миниатюр Дрессировщики Кукольники Иллюзионисты Музыканты Театроведы Одним словом Все, кто связан с благородной целью Создавать людям хорошее настроение Многие наши телепередачи Надо сказать Вышли из смеха панорамы Юмор, юмор, юмор Шутка за шуткой Была такая передача Кышкин, дом Ну и, конечно же, телевизионный театр Кривое зеркало При активном участии Смеха панорамы В конце 90-х Было проведено Два всероссийских конкурса юмористов Они дали огромное количество Знаменитых имен Потом уже Лауреатами, например Всероссийского конкурса 99-го года Стали Максим Галкин Сергей Дроботенко Юрий Гальцев Святослав Ещенко Александр Морозов Виктор Разумовский Геннадий Ветров Братья Пономаренко Я прошу прощения Если кого-то забыл Лауреаты 2002-го года Михаил Смирнов Елена Воробей Ну и многие-многие другие Тут хочется сказать себе Слово «короче» В связи с юбилейным таким поводом К нам пришли артисты Которые начинали свой путь на ТВ В нашей передаче 99-й год До конкурса за полгода Мне прислали кассету Собственно, он сейчас Этот артист и расскажет об этом Сергей Дроботенко АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне бесконечно приятно Поздравить сегодня Смехопанораму С этим юбилеем 25 лет Эта передача для меня Как говорили раньше Путевка в жизнь Потому что именно В Смехопанораме 20 лет тому назад Меня первый раз показали По центральному телевидению Я тогда жил в общежитии на Соколе Мобильных тогда почти ни у кого не было И система оповещения в общежитии Была точь-в-точь, как в фильме «Москва слезам не верит» Сидела бабушка вахтершем Снимала трубку Томным голосом говорила «Хеллоу» После чего приглашала Какого-то товарища к телефону Звонит Евгений Ваганович Он посмотрел мою кассету Видимо, хотел что-то сказать Поделиться впечатлениями Пока бабушка телепала К моей комнате Пока мы Поддерживая друг друга Плелись обратно Я прихожу Снимаю трубку Петросян говорит «Детка, а что ты так долго идешь?» Думаю Сейчас скажу правду Что живу в общежитии Подумает На жалость давит И поэтому я с перепугу говорю «Да знаете ли Живу в загородном доме Телефон только на первом этаже Пока спустишься Целая история Это роскошь Это так утомляет» Петросян говорит «Детка, я посмотрел твою кассету Я хочу снять смех панораму про тебя Но я тогда был в полной уверенности Что на телевидении Все за все платят Поэтому спрашиваю «Сколько?» Пауза Петросян говорит «Детка, не обижай меня» И вот все эти 20 лет Я мучаюсь вопросом Не обижай меня Это точно бесплатно? Или это мало не предлагать? Если серьезно Мы никогда не вспомним всех Молодых ребят Кого Евгений Афганович В свое время не обидел Кого вывел В люди На сцену Сейчас, конечно, совсем другие времена Другие скорости Другие лица Наверное, нет в этом зале И среди телезрителей Человека Который хотя бы раз в жизни Не сходил в интернет Я написал однажды рассказ От лица одной девушки Такой типичной пользовательницы Социальных сетей Вот она сама вам и расскажет Свою историю знакомства Я, конечно, частенько Зависаю в соцсетях Родители ворчат Ну, что делать? У каждого поколения Свои интересы У меня Инстаграм У отца Постаграм Ну, познакомиться там, конечно, сложно Но реально Как-то пару дней Списывалась с одним молодым человеком Наконец он говорит Ну, может, в скайпе созвонимся А я только-только нанесла на голову Маску из масла репейного Видок, представляете? Говорю Ну, давайте созвонимся Только без видео Я, типа, сразу хочу показаться Во всей красе Прическа, макияж Он говорит Хорошо Звонит Девочки, как я на это видео нажала Я не знаю Поняла-то потом И этот же молчит Ну, болтаем о том, о сём А я, чтобы время зря не терять Стала пинцетом Волосинки из ноздрей выдёргивать Смотрю, мужик побледнел Ну, думаю, голос мой нравится Ну, болтаем дальше А я, чтобы маска лучше впиталась Обмотала голову в целлофановый кулек И чтобы масло в уши не затекало Вставила туда ушные палочки Смотрю, мужика совсем перекосило И вдруг он спрашивает А вы случайно клей БФ не нюхаете? Ну, странный какой-то Я говорю, да у меня с этим клеем целая история была на юге В Сочи на пляже Ногу порезала Пластырь не держится И тут я вспомнила Есть специальный клей БФ Который как раз такие раны затягивает Собралась в аптеку А у подруги как раз Расстройство желудка случилось Говорит, и мне что-нибудь прикупи Ну, в аптеке спрашиваю У вас есть что-то от жидкого стула? Мне говорят, всё разобрали Говорю, хорошо, клей БФ есть? Ну, вот и они так же Врач поперхнулся Говорит, ну, это в крайних случаях Ну, болтаем дальше А я, чтобы маску утеплить Надела на голову детские колготы Ножки свисают Сужит такая Теребю А мужик спрашивает Вам кто-то стиль в одежде советует? Вы у кого одеваетесь? Хотела сказать Милый мой У кого проснулась? Я говорю, что мы всё про меня Вы о себе расскажите Начал мне про свою работу втирать А я опять, чтобы зря не сидеть Решила сделать упражнение на растяжку Взяла и закинула ноги за голову Мужик закашлялся Говорит, мне надо водички попить Ну, думаю, пока его нет Сделаю упражнение для улучшения циркуляции крови Надо языком Достать кончик носа И свести глаза к переносец Когда пятый раз свела Смотрю, он на меня в упор смотрит И с ужасом спрашивает Вас кто-то из врачей наблюдает? Говорю, конечно За мной глаз да глаз нужен Купила гель для ног Лошадиная сила Два дня не могла домой попасть Проскакивала А тут во время стирки Машинка стиральная Ускакала на полметра И дверь мне изнутри забаррикадировала Мужик говорит Вы следите, чтобы к вам пылесос сзади не пристроился Ну, посчитали Он говорит Ну, может, завтра вечером сходим Куда-нибудь в кафе посидим Вы до скольки работаете? Я говорю Ну, теперь до 60 Говорит, ну давайте завтра в кафе Только имейте в виду Там дресс-код строгий С колготами на голове не пускай Девочка, у меня вся жизнь перед глазами Из этого скайпа сразу выскочил Перезванивает Говорит, ну вы простите, что я сразу про видео не сказал Просто, когда я вас первый раз увидел Подумал Да Красотой вы мир не спасете Ну, с другой стороны, красавиц много Я такой, чтоб с колготами на голове Присажите, а что у вас с глазами было? Я говорю, а как в песне? Вот и свела судьба, вот и свела судьба Уже полгода вместе Все хорошо Пылесосит он От греха подальше Я уже сказал о том, что актеры театра тоже принимали участие в нашей передаче Есть актеры, которые не умеют выступать на эстраде Актеры театра или кино Они привыкли к своему измерению А есть, которые совмещали вот эти две ипостаси И делали это виртуозно С иронией, с мастерством Я с удовольствием хочу представить вам Да вы их, конечно, знаете Замечательные актрисы Елена Мартыненко и Юлия Шубарева АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, гарна я, гарна, як тая горліця Ой, гарна я, гарна, як тая горліця Я на своє личко фарби не малюю. Я на своє личко фарби не малюю. Я на своє личко фарби не малюю. Ой, карн��, парни, парни Ой, карнwood Ой, карнай чахар та й ногам ручка Ой, карнай чахар та й ногам ручка Ой, я на своя личко фармуй можу оооо, ооо, оооур Я на своя личко фармуй маю лю ю Тррррр... Я на своем личико, да парвай на ма льду. Ва-па-па-пай группа. Ва-па-па-пай группа. Ва-па-па-пай группа. Ва-па-пай группа. Ва-па-пай группа. Бив мене Міянуш, що я з комом пила. Ви ламай березу, хай. Ви ламай березу, хай. Ви ламай березу, хай. Ви ламай березу, бив мене тверезу. Ви ламай березу, хай. 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 Мой мир, мой димри, мой номер! В 1994 году режиссер Ещенко привел своего сына. Он мне что-то почитал, и я понял, что у него есть будущее именно в нашей области. Так и произошло. В скорости он снялся в «Смех панораме» и начал свой путь в этом удивительном, парадоксальном жанре, который имеет массу условностей, массу противоречий, массу сложностей, но он их с успехом нередко решает. Святослав Ещенко. Спасибо. Я тоже помню этот день. Я как сейчас помню этот день, потому что это был судьбоносный день для меня. Я очень хотел попасть к вам на аудиенцию, а я пришел, представляете, у меня волос было раз в пять больше. Я играл в театре героев-любовников до этого, молодых. И когда Евгений Ваганович меня увидел первые минуты, он говорит, зачем ты вообще сюда пришел-то, ты же не смешной. Я говорю, мне платок я сейчас надену, а платок забыл. И отец достал носовой платок большой, говорит, может этот подойдет. Я говорю, ну как-то за ушами его не завяжешь, ну ладно. Ну я так обозначил, так, вот я малограммная, и изображаю бабушку, которая сейчас Вавановна, знаете, да. Ну я тебе скажу, что тогда у тебя была любопытная тема. В те годы многие не хотели служить в нашей армии, боялись чего-то. И много было вопросов по этому поводу, почему они боялись. К сожалению, это было так в 90-е годы. Сейчас наша армия вызывает большое уважение, и, я бы сказал, благодарность и любовь. И мы гордимся в своей армии. Слава Богу, что так получилось. А если вспомнить вот этот монолог, дед должен был, значит, пойти в призывную комиссию, потому что брали уже всех. Не хватало. 95-й год, не хватало. Покажи нам этот монолог. Помолодей на 20 с лишним лет. И покажи старика. Вот так. На 20 с лишним лет. Меня и моего внука одинаково зовут. Я Сёма. И он Сеня. В честь меня. Вот такая вот фигня. Ну, внук ему 18 лет, он на улице бегает, а я дома сижу, газетки почитываю. Вот. Звонок в дверь. Я, значит, открываю на пороге 10 милиционеров. Вы, спрашивают, Семён Невизухин. Я говорю, я, на сей раз вам повезло. Вы призываетесь в армию. Я говорю, вы что ж не видите, что я старый дед. Они говорят, дедом ты станешь только на втором году службы. А пока салаха. Марш в мейнкомат. Скрутили слово, не дали сказать. Отправили мейнкомат на медкомиссию. Ну, думаю, сейчас врачи на меня на такого глянут, смеху будет. Вот, захожу к терапевту. Она прямо с порога говорит, юноша, раздеться до пояса. Ну, я всё с себя снял, один пояс на пузе оставил. Врачиха говорит, идиот. Я говорю, надо же, мне ещё мама покойница говорила, что этот пояс мне очень идиот. Она говорит, идиот, откройте рот. Ну, рот чистый. Я говорю, конечно, чистый. Там же ни одного зуба нет. Она говорит, врёшь, один есть. Я говорю, доктор, честное слово, это не зуб, это дирол с кстилитром. Я его сосу уже третий месяц. Мне сказали, для аппетиту. Хорошо. У меня аппетита совсем нет. Она говорит, так плюс, нам как раз солдат кормить нечем. А ну, марш, к урологу. Захожу к урологу, он прямо с порога. Из вас, говорит, молодой человек, организованный боец получится. Вы ко мне уже подготовленным пришли, без штанов. Он говорит, что это я не могу понять. Где? Я говорю, доктор, о чём вы? Он говорит, об этом. Я говорю, ой, об этом я уже давно не вспоминаю. Он говорит, это плюс, оно тебе в армии не понадобится. Главное, стул у тебя нормальный. Я говорю, у меня ненормального стула нет. Дома одни табуретки. Пенщик задерживает третий месяц. Он говорит, балбес, утренний стул у тебя во сколько? Я говорю, а, это в шесть. Он, о, а просыпаешься? Я говорю, восемь. Уролог, говорит, это плюс. Ты же как солдат первогодка на верхнем ярусе будешь спать. Так что все твои нижние сослуживцы в шесть утра без команды подъём будут просыпаться. А ну марш к этому врачу. Как же он сказал? Ах, кушастый, горластый, носастый. Захожу, тот с порога говорит. Чё, ты не похож на нормального пацана? Ты чё, голубой? А он, у тебя и серьга в ухе. Я говорю, доктор, это не серьга, это слуховой аппарат. Если я его сниму, я уже ничего не услышу. Врач говорит, проверим. Тридцать семь. Я говорю, семьдесят три. Он говорит, пятнадцать. Я говорю, пятьдесят один. Он говорит, шестьдесят шесть. Я говорю, девяносто девять. Он говорит, восемьдесят восемь. Я говорю, а чё вы так орёте? Он так гарпничал в здоровое ухо. Двадцать один. Я говорю, очко. Он говорит, да, пацан, со слухом у тебя глухо. Значит, будешь в танке. Это плюс. Я так разнервничался, что к нервопатологу попал. Он прям с порога говорит, закиньте ногу на ногу. Я закинул. Он говорит, да не на моё, а на своё. Я закинул на свою. Он как даст молотком, прям по коленке. Моя нога даже не среагировала. Он говорит, а какие у вас нервы крепкие. Это плюс. Я говорю, доктор, это не нервы крепкие, это нога парализованная. Он говорит, а на вас, наверное, холода не чувствует. Я говорю, ничего не чувствует. Это плюс. Значит, без сапог обойдёте. И как даст по здоровой ноге, прям по чашечке. А я как дам ногой ему, прям по чайнику. Он сознание потерял. Я бегом оттуда. В дверях меня майор останавливает. И говорит, ну шо, горемыка. Смотрел я твоё медицинское заключение. И диву дался. Это ж надо же было умудриться. Тебе уродиться таким богатырём. Я говорю, что издеваетесь? Какой я богатырь? Да мне мой лечащий врач сказал, что мне жить осталось всего два года. Майор говорит, а нам больше не надо. Я говорю, да меня даже в сорок первом на фронт не взяли. У меня плоскостопие. Майор говорит, это плюс. Будешь в казарме тараканов давить. Ну-ка, примерь противогаз. Надели на меня на голову противогаз. Майор как глянул и говорит. Родной, да ты один страшнее блока НАТО. Немёдленно отправляйся на границу. Вот я, рядовой погранвойск Семён Невизухин. Служу на границе с палочкой. Мне командир разрешил. Говорит, у нас, к сожалению, вооружение сократили. А так ты хоть чем-то отобьёшься, если враг нападёт. А мой внук, тоже Семён Невизухин, прислал мне письмо. Дорогой дедушка, милый, родной, у нас просто нет слов, чтобы выразить, как мы все за тебя рады. Ты находишься на полном государственном обеспечении. Так что, если будет такая возможность, оставайся на сверхсрочную службу. За меня не волнуйся. Я каждый месяц на своё имя получаю твою пенсию. Так что худо-бедно проживём! Восемьдесят девятый год. Это был очередной всероссийский конкурс. По-моему, он назывался «Юмористической эстрадой» или как-то по-другому. Я уж теперь не помню, несмотря на то, что я имел честь быть председателем жюри этого конкурса. Там тоже было очень много лауреатов. И среди наших артистов они тоже есть. Лауреат восемьдесят девятого года. Михаил Вашуков. АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще, вглубь веков заеб. Вглубь тысячелетий. Хм-хм-хм-хм. Баба-бубу, баба-баба. Бабу надо, бабу бы. Я б тогда склясал ламбаду под напевы лабады. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оглянитесь, человеки, как у нас народ живет. А вот в нашем древнем веке было все наоборот. АПЛОДИСМЕНТЫ Вещь, скажем прямо, не солидная. Нам, дикарям, на удивление. Снимает ЖКХ бесстыдное. С вас три цены за отопление. А вот у нас намного проще все. Не надо от квитанций маяться. В костер подбросишь пару бревнышек. И можно словно в баньке париться. Не беда, что век наш дикий каменный и висит тупина за спиной. А в этой жизни есть простое правило. Лучше каменный, но свой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видал состав продуктов ваших я И испытал волненье сильное. В котлетах суррогаты всякие, А в колбасе сплошная химия. У нас картина же с питанием. Одно сплошное наслаждение. Едим мы только натуральное, Кто мясо мамонта подделает Еще узнал, что в каждом городе С жильем у вас порой не очень-то Купить квартиру очень дорого А так пожить в комфорте хочется Таких проблем совсем не знаем мы И по квартирам не мотаемся Ведь мы в своих пещерах каменных Без ипотеки поселяемся Не беда, что век наш дикий каменный И висит тупина за спиной А в этой жизни есть простое правило Лучше каменный дно свой Чтобы исправить демографию У вас ввели недавно новшества Второй малыш в семье рождается И ей дают деньжат немножечко У нас давно такая практика До нас придумано все грамотно Как только первенец рождается Семье вручают кость от мамонта Еще одна открылась тайна мне Что вам сейчас не очень весело Ведь по закону по-недавнему Пять лишних лет пахать до пенсии Вот только зря вы так терзаетесь Проблемы нет, скажу вам искренне Вы все равно туда отправитесь А нам скакать с копьем пожизненно Не беда, что век наш дикий каменный И висит тупина за спиной А в этой жизни есть простое правило Лучше каменный дно свой Я, если честно, вам завидую Какая жизнь у вас прекрасная Полно продуктов в холодильнике В шкафах висят наряды разные А мы же ходим полуголые С трудом находим пропитание И вряд ли кто-нибудь поможет нам Газпром ведь ваше достояние Так что, друзья, добро пожаловать Спешите в гости в век наш каменный Постелем на ночь шкуру мамонта Дадим кусок на ужин жареный Одна лишь просьба величайшая Собою перед отправлением Возьмите спичек пару ящиков А то рука горит от трения Никогда, что век наш дикий каменный И висит тупина за спиной А в этой жизни есть простое правило Лучше каменный, но свой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Кабарет-дуэт «Не парни» Мы с подружкою на речи пособыли про диеты Бабы, хлопайте сильнее, будут женские куплеты Это моя подруга Даша Она мне вчера посоветовала исключить сладкое, соленое и алкоголь Вот я стою и думаю, подруга ли она мне после этого? Я айфон себе купила и скачала Инстаграм Показала всему свету, что такое стыд и срам А это моя подруга Оксана Слушай, ты на своем дне рождения была самая красивая Спасибо, я старалась Специально гостей подбирала, да? Модные джинсы я надела Дырки справа, дырки слева, дырки даже на заду Вся Европа на виду Моя дорогая, тебе давно пора замуж Ой, да все никак не могу найти подходящего Все о твоем муже, думаю О моем муже? Ну да, думаю, не дай бог такой же придурок попадется А ты не жалеешь, что замуж вышла? Да что ж, я не человек, что ли Хотя его, конечно, жалко А мне вчера предложили руку, сердце и любовь до гроба От гроба отказывайся сразу Муж меня во сне нахал, чужим именем назвал Я откликнулась для дела и, клянусь, не пожалела А я своего спросила Милый, я правда у тебя единственная? А он что? Он возмутился и закричал Да вы что сегодня все, сговорились, что ли? Вот и мой тоже разорался Я, говорит, купил новую бритву, а она вообще нифига не бреет Странно, линолеум она вчера отлично резала Муж и гладит, и стирает, и собакою сидит Может быть, теперь мечтаю за меня он и родит А я вчера весь вечер закатывала Молодец, а что, огурцы, помидоры? Скандал, истерику и глаза А я, представляешь, послала своего за картошкой А его машина сбила Ужас! И что ты теперь будешь делать? Не знаю Рис, наверное, сварю Раз на кассе магазина Встал передо мной мужчина Взял вино, духи, шанели Вот весы же, вот кабель А мой-то мне вчера говорит Ты чё такая худая? Иди торт съешь! Даша, твой-то это кто? Ну, этот Внутренний голос А-а-а А я вот и гляжу Ты прям так потолстела Да ты что? Это я еще похудела Ты меня месяц назад не видела Была такая Такая О, как ты? Установка нынче есть Что после шести не есть Установку выполняю Я все до шести съедаю Кстати, узнала отличную диету Кабачки, морковь, картошка и лук Жарить или варить? Полоть Я однажды калорийно С яблоки считала А пока все рассчитала Семь блинов умяла А у нас в семье Все очень строго День за продуктами хожу я А день он И что? Ну, что-что День пьем, день закусываем А мой окончательно бросил пить Давно? Скоро будет сорок дней А твой муж спортсмен? Да Койко-бежец Вау А как вы с ним познакомились? Ой, так романтично Мы как-то с ним вместе проснулись Ну и познакомились Как-то муж любовь за деньги Я спрашивала по ощущениям Как будто заработала Если взять цветной бумаги Ручку, ножницы и клей И еще чуть-чуть отваги Можно сделать сто рублей А куда это ты сегодня Так вырядилась, а? А я иду во дворец культуры Там сегодня выставка Парад обезьян Смотреть будешь? Или участвовать? Представляешь? Я вчера была в салоне красоты Попросила там маникюр Как у Бритни Спирс Макияж, как у Анджейна Джоли А педикюр, как у Наоми Кэмпбелл А лицо оставила Как у Жерар Депардье За француза выйти замуж Я всю жизнь мечтала Так соседу нас картавил Я не устояла Все пропели мы куплеты Вам о милых дамах И заметьте, слова нет О лишних килограммах Ко мне как-то подошел Молодой человек И спросил А что это за песня была Во времена вашей молодости Шумел, как мышь Прошло время Я вспоминал эту шутку Думал Действительно У каждого поколения Свои песни Свои пристрастия Своя эстетика Это вполне естественно Но есть песни, которые Сохраняются Потому что они классические Потому что они совпадают С нашим менталитетом Жаль, думал я Что наши молодые Не знают Многие из этих песен И вдруг Произошел такой случай Когда я убедился В обратном Молодая певица Очень хорошая Талантливая Поет Шумел, как Мышь В современном звучании Даже Джазовой интерпретации И я решил пригласить ее К нам в шоу Клавдия Пенькова Прошу любить И жаловать Шумел Камыш Шумел Камыш Деревья гнулись А ночка темная была Одна возлюбленная пара Всю ночь гуляла До утра А поутру Они проснулись Кругом Понятая Трава Огни Огна Трава Понятая Поряд Отечья Красавица Пойду домой А дома спросят Где ты гуляла Где гуляла Где была А я скажу В саду гуляла А домой Новинку Не нашла А если мама Ты не поверит То приходи Опять сюда А я пришла Его уж нету Его не будет никогда Солосок забор Шумел Камыш Деревья гнулись А ночка темная была Одна возлюбленная пара Всю ночь гуляла До утра Давай веселее Поехали! 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 10 остановок а это уже почти философия кто ищет откуда ноги растут чаще всего там и оказывается смотрите какая ирония вот это чистая ирония здесь особой шутки нет но сама тема она так западает наше сознание что вызывайте реакцию в принципе если не покупать то цены нормальные ирония эту утку называли серой шейкой потому что она была самой грязной и больны отказывались ею пользоваться реплика продавщицы девушка со свиными ногами подойдите к прилавку встречали по одежке провожали по уму короче избили дважды жизненный опыт это когда ты наступаешь на грабли опа а ты уже в каске женщинам все можно певица слава певица максим а вот представьте себе певец наташа или певец катя вы видели евровидение там такие были полные женщины хороши зимой для тепла а летом для тени если новые хорошо забытые старые то тухлые это хорошо припятанные свежие сегодня в переходе станции метро белорусская состоялась встреча выпускников купивших здесь дипломы пять лет назад задача но это как пародия на школьной задачке задача в бассейн втекать 400 литров воды вытекает 405 вопрос если совесть у купающихся куда вечно девается пульт от телека я знаю куда он тайно встречается с ключами от дома я не дружно ждут очки и флешку я готов снять шляпу перед этими остроумцами узнав что ее бывший муж собирается жениться на молоденькой соседке она отомстил ему с чисто женской коварностью вышла замуж за отца соседки и стала бывшему мужу тещей я чувствую что меня это ждет люся так быстро убегала от маньяка что уже на втором круге догнала его и напала сзади алкоголик степан пошел в лес чтобы посетить белок с ответным визитом организм растет до 25 лет но пятая точка и живот видимо не в курсе видел двух мужчин настолько пьяных что рубашка одного из них была заправлена в брюки другом вчера в автобусе наркоман в сумку залез я сначала не заметила потом сумку открываю сидит дальше пошли шутки про диету главное в диете это сон вовремя не уснула обожралась бывает зайдешь на кухню воды попить а как очнешься второй бутерброд доедали пошла покупать платье не влезла расстроилась купила торт в лес под люка вот это прелестно хорошею зеркало пришлось повесить поперек женщина повесила у себя на кухне памятку я не ем после шести муж дописал утра сегодня перебирала вещи которые носил 10 классе одну примерила она села на мне как 10 лет назад это был шарф вроде бы квартира небольшая как начнешь убираться пентхаус блин дело время потехе час подумал я в два часа ночи отложил дрель и взял гитару вот эта картинка очень забавно бежит курица за ней петух курица думает если остановлюсь подумает что доступная если убегу дурой буду ладно побегу но споткнусь муж жене наш сосед полковник настоящий придурок я ему сообщил что у меня родился ребенок а он мне ответил рад стараться первую брачную ночь лежал колобок и думал вот бабка сволочь не долепила мальчик а твои родители знают что ты куришь тетенькой а ваш муж знает что вы пристаете к незнакомым мужчинам что только не придумывает девушка сколько тебе лет посадят дяденька посадят дяденька у вас чем пирожки ты что пирозит по-русски читать не умеешь написано пирожок без никто купила шляпу надела посмотрела в зеркало дура дура сняла шляпу снова посмотрелась да не в шляпе дело немецкие часы с кукушкой вместо куку каждый час выкрикивали арбайтен он дисциплина эсэмэски паша ногти на ногах не стриги обещали гололед если я тебе позвоню после 12 не бери трубку это никакая не я или я но никакая мудрость пиво выходит из организма быстрее чем кофе или молоко потому что ему цвет менять не надо здесь все разные так сказать и по конструкции по тему если ваш мужчина пошел налево главное с ним там не встретиться сегодня знатоки зааплодировали сегодня бежала за маршруткой споткнулась упала в лужу рядом проходил мужчина сказал думаешь в плавь быстрее муж приехал из командировки в шкаф заглянул балкон обшарил жена лежит улыбается думает ищи ищи я сама первый день дома три бабульки в сбербанке избили грабители со словами куда без очереди мальчик петя ударил молотком по пальцам учитель труда получил пять по крайней мере ему так послышалось иностранец сошел с ума при попытке перевести предложение с русского языка слушайте внимательно за песчаный косой лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой главный орган у человека это задница извините за фривольность во всем принимает участие в лечении в учении воспитании принятие решений а в поиске приключений ей вообще равных нет ой господи сколько здесь всего сижу в баре пью коктейль подходит ко мне парень говорит девушка можно за вас заплатить но я не растерялся достал из сумочки квитанцию за воду газ и электричество мысли домашнего кота но эти мысли уже давно пошли по народу но я все равно вспомню потому что это классика моя хозяйка хахаля привела всю ночь с ней спал на моем месте сейчас на кухне закрылись меня не пускают из моей миски гад наверно жрет рецепт для лысых намазать голову медом подождать три дня затем сильно хлопнуть в ладоши мухи улетят а лапки останутся стихотворный афорист Игорь губерман писал в стихах моих не музыка живет но шутка запеченная в банальности ложащаяся грелкой на живот болящий несварением реальности а а а а а а а а то только не выступал в смеха панораме Я уже перечислял, что это и артисты, и разные театры миниатюр, и театры клоунады в том числе. Давно мы не виделись с этим театром, и вот они приехали к нам сегодня. Знакомьтесь, кто не знает, вспоминайте, кто знает. Театр клоунады «Микос». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА